Карантин закончился во многих странах, но новые возможности для служения сегодня все-таки открыты, и мы продолжаем снимать передачи о великих, удивительных чудесах. Я рада всем вам, дорогие друзья, представить Веронику Шилкину, великолепную женщину, маму, христианку, поэтессу, сестру из Латвии, которая прошла удивительный путь смирения, освобождения души, и через ее судьбу, через ее историю многие женщины сегодня просто вдохновляются и исцеляются даже. Поэтому, Вероника, рада тебя видеть. Да, Валерия, я тоже очень рада тебя видеть и рада этой возможностью пообщаться с тобой. Скажи, пожалуйста, вообще твой путь? Если мы начнем сразу говорить о Самуиле, о твоем долгожданном сыночке. Беременность была прекрасная, проблем никаких не было, но все, что произошло, оно как бы тебя встрепенуло, и немножечко ты не понимала вообще, что происходит. В какой момент ты осознала, что что-то не так, как ты хотела бы, как мама? Знаешь, вот 2016 год, 10 апреля мой день рождения, а на 11 апреля рождается наш мальчик, того дожданная Самуилка. И действительно, беременность, она вообще не предвещала о том, что будут какие-то проблемы. У нас было тогда 4 женщины в церкви беременные, всех благословляли, на всех руки воскладывали, благословляли, и вообще не было даже никакой такой мысли, что что-то могло произойти. Поэтому меня вот настигла вот эта новость, это событие вот там, на родильном столе. Я вот родила, роды были стремительные, мне положили этот маленький мокрый комочек на меня, на меня и злилось столько любви. Я там ликовала, радовалась, благодарила Бога на этом родильном столе. И вот через 5 минут, вдруг он вроде не так кричит и не так дышит. И вот там, на родильном столе, понимаешь, это все началось без какого-либо приглашения, да, просто началась вот наша непростая история. Что с ним случилось? Какой диагноз ему врачи поставили? На тот момент никто толком не мог сказать, что с ним не так, но нам говорили, что возможно у него проблемы с сердцем, и вообще, что для меня было шокирующе, потому что мы ждали мальчика. Нам сказали, возможно, это и не мальчик. И нас, мы были в нашей местной больнице, в Добеле, в городе Добеле, и нашего мальчика отослали, по сути, через 3 часа после родов, в Рижскую детскую больницу с синдромом андрогина. То есть неизвестно, мальчик у него или девочка. Впоследствии открылось, что у Самуила был очень редкий порог сердца и стеноз легочных вен. У него еще другие были букеты разные стигмы, то есть не такая голова, не такие уши, ну, есть стандарты, скажем так, да. И, да, это был порог сердца, который был очень хитрый, очень редкий, и он поначалу даже его и не могли выявить, несмотря на то, что его изучали вдоль и поперек. Поэтому это был букет очень таких, знаешь, страшных проблем, страшных диагнозов, в том числе гидроцефалия. Поэтому он был, я бы сказала, усеем просто пороком, усеем. Вот ты, как мама, молилась о нем, как Анна библейская молилась о Самуиле, посвящая этого ребенка Господу еще от утробы. Не было ли у тебя огорчения в сторону Бога, почему все именно так? Ты знаешь, вот, наверное, то, что этот ребенок был посвящен, да, есть предыстория почему-то. Его зовут Самуиле, да, и это обещанное у ребенка от Бога. Именно тот факт, что он был посвящен, он меня держал. Я ухватилась за это посвящение, и я молилась Богу и говорила, Господь, я хочу, чтобы он был здоровым, ведь он тебе посвящен на служение. Я знаю, что он тебе будет служить. И это был еще один аргумент, это была еще одна причина для меня стоять горой за моего ребенка, да, и как львица воевать там, да, вот, с бедой, со страхами, с болезнью, да. И, то есть, но про огорчение, я скажу тебе так, был, я была в такой ситуации, и как опытная верующая служитель, я знала, что если я буду обижаться, если я буду огорчаться, я просто не услышу Бога. А мне в тот момент больше хлеба и воды нужно было слово от Бога. За что мне вообще держаться, потому что я ничего не понимаю, что происходило. И поэтому сейчас, вот, оглядываясь назад, это был 2016 год, да, 4 года прошло, я поняла себе, что у меня включился такой защитный механизм, ну, вера как маяк в небо, да, и защитный механизм, что я запретила себе гневаться. Я запретила себе вообще на кого-либо обижаться, потому что мне, хотя бы можно было обижаться, я скажу, были поводы, да, но вот в момент прохождения я этого даже не усмотрела в себе. Этот вопрос и этот момент моего исцеления, ну, про гнев вообще на Бога, да, и разочарование, почему было так, а иначе, это открылось позже, вот, 3 года назад, после потери, да, и это может быть ещё такой момент, о котором можно будет поговорить, но на тот момент мне было важнее, жизненно важно. Я чувствовала Бога, Бога рядом с собой, и это было ценнее хлеба, ценнее всех лекарств, вообще какой-либо помощи, поддержки, и мне это нужно было, и я черпала эту силу от него. Вот этот момент, когда мама видит, что ребёнок уходит, умирает, это тяжело переставить, что ты чувствовала в тот момент, но могла бы ты рассказать, вот, когда ты понимала, что вообще он, он за своих 5 месяцев жизни, он действительно много вымучился, этот ребёночек, и ты уже говорила о том, что дома он был всего лишь 10 дней, то есть всё время он был в больнице, всё время под присмотром врачей. Что ты чувствовала, как мама? Ну, я скажу так, что у меня есть на этот повод, вот, Бог мне дал такую прекрасную возможность выписывать всё, что я видела, и, наверное, если будет возможность, я зачитаю пару отрывков стихов, вообще, что происходило там, но я скажу, что сначала, если я стояла, и просто безысходность, да, просто неотступность этой болезни, она меня заставляла ходить по воде, заставляла верить, заставляла искать Бога, то уже в конце этого пути, который длился 5 месяцев, да, пребывания, то в больнице, то дома, когда он был в реанимации, потому что он был несколько раз в реанимации, была открыта операция на сердце, было стентирование, были разные периоды, когда он был без проводов, потом он опять был с проводами, когда эти провода возвращаются, и ему приклеивают новый сенсор, там, на сатурацию кислорода, да, когда он уже сам не может опять дышать его, интубирует, да, это всё резало моё сердце однозначно, и я этого не прятала. Те моменты, когда мне было больно, я скажу, наверное, даже самый больной момент, это не был тот, когда он ушёл, потому что в тот момент я, я доверила всё Богу, я просила об исцелении, я даже верила, что Господь может его воскресить, да, вот такая у меня была вера, я не стыжусь об этом говорить, я растягивала свою веру насколько могла, я верила как могла, но вот такой очень больной, скажу, момент, где мой план спасения разбился, это была картина, когда я его увидела после операции на сердце, ему было где-то 2-3 месяца уже, да, это была очень сложная операция, и вот когда я его увидела вот такого, знаешь, заштопанного, вот здесь вот вся грудина разрезана, заштопанного, он там памперс, и он как неживой, вот как звезда распластанная лежит, мой сын, под наркотой, там столько проводов было, вообще, ну, взять ребёнка моего, это была целая процедура, мне надо было сесть на кресло, вот он медперсонал аккуратно вытаскивал, мне его давал, поэтому когда мать держит своего ребёнка, когда мать может кормить его, извините меня, своей грудью, это такое счастье, это такое счастье, для нас, вот мамочек там, которые жили, да, там есть родительское общение, это был эксклюзив, скажем так, да, мы игрались в материнство там, мы приходили туда, могли побыть, покормить, дай Боже, на 10 миллилитров больше сегодня, чем вчера, да, там памперсово поменять, да, но всё остальное, это было строгий, строгий такой, знаете, режим, да, ну, потому что это интенсивная реанимационная палата была, и вот я вижу его разрезанного, и я очень рада, что он выжил, потому что шансы были 50 на 50, врачи нам так сказали, и я смотрю на него, и знаешь, он холодный, потому что нельзя, чтобы кровь быстро бежала, потому что сердце переделали, и потом сразу же включили поток, и выживет, не выживет, 50 на 50, и вот он там лежит, и вот эти мониторы, все вот эти полосочки линии, я уже знаю, понимаю, что это где значит, и я смотрю, нас вот наконец-то впустили, да, вы его подключили, всего, нам разрешили, сможем туда зайти, и я просто говорю Богу про себя, смотри, вот смотри, какой мой сын, и зачем вот ты это все допустил, вот этого я не хотела, вот поэтому я молилась, вот поэтому я помню, как я, знаешь, в посте была, и молитвенная группа вокруг нас такая выросла, и я училась, вот я тебе говорила, да, молиться, не то что училась, я растягивала свою веру, Господи исцели нас, хотя бумаги на операцию, конечно, мы подписали, но вот когда я видела вот его, вот эту картину, вот тогда, ты знаешь, как я пишу в стихе Солвита, стих, посвященный подруге, у которой тоже был ребенок-сердечник, и которая многому меня там научила, меня христианку, да, с погодами служителей, но вот я ей пишу, что под сердцем я и не забыла, как сын недвиженную звездой распластан был, и наркотой напичканный неделю спал, по венам тек букет лекарств, отекший весь трубой дышал, и как в мясорубке умирал мой план спасения, мою я, вот на коленях дух стонал, как змей швырял из правота, смотри, какой сейчас мой сын, вот зачем ты это допустил, тебе ж не стоит ничего секунду исцелить его, вот я была искренне очень с Богом, и когда я это видела, я это не таила в себе, я это все выговаривала ему в молитве, и это меня спасало, я чувствовала, что Бог меня слышит, Он понимает, и я не нужна была ему тогда духовно, правильно, вечно позитивно, там какой-то такой, знаешь, надутой cheesy faith в вере, которая провозглашает только хорошее, я была разбита, как в 105-м салме написано, я веровала, потому говорю, я сильно сокрушен, то есть состояние веры, я в вере, но я сильно сокрушен, я это признаю, и я это выливаю Богу, поэтому вот это была, наверное, самая тяжелая картина для меня, даже не момент его смерти, даже не момент его смерти, потому что тогда вот ломалась я, ломался мой план, ломалась картинка Бога, что если я все буду правильно делать, если я буду правильно состоять, если я не буду обижаться на Бога, то исход будет такой, хотя, скажу тебе честно, Бог очень уважительно относился к моей молитве, и Он никогда не обманывал меня, что я исцелю твоего сына, и Он не исцелил, такого абсолютно не было, Он молчал, вот как Иисус, знаешь, перстань рисовал на земле, молчал, да, и ждал тот момент, когда Он сможет разрешить ситуацию, так и в моей ситуации Господь молчал и проявлял уважение, потому что мы все имеем право воевать за своих детей, даже если исход будет другой, мы все имеем право молиться, мы все имеем право выливать свою скорбь, и все, что мы видели, переживали перед Богом, Он этого не боится, Он из-за этого нас не отвергнет, Он наоборот, как любящий отец, может это выдержать, Он может делиться своим покоем, и вот когда ты разбит всем тем, что ты видела, да, а я как мать много видела, это был жестокий порог, я скажу честно, жестокий порог, но когда я вот этим всем была разбита, и я со своей разбитостью приходила к Богу, происходило чудо, поднимался мой дух, и я расцветала, и поднималась его силы, и могла жить, могла спокойно спать, потому что я все без таблеток проходила, я даже валерьянку не пила, но я спала по ночам. Вот этот процесс отпустить, восстановиться самой, то есть, знаешь, душа болит, вот эта фраза, которую мы слышим часто в жизни, к сожалению, что это, как это, что вот это внутри происходит, когда все, кажется, разрывается, все кричит, все плачет, и как выйти из этого состояния, как вылечиться душевно? Ну, я скажу тебе так, вот, допустим, у меня вот момент вот отпустить, он как раз-таки был, когда Самуил умирал, он был в реанимации, мне звонят врачи, они мне говорят, сердце останавливается, идите сюда, и вот я в бой последний поднимаю дух молитвой со скамьей, как я пишу, и бегу, всех извещая, и мужу пишу, лети сюда, потому что он работал, у нас еще одна дочь, он водил ее в сад, стирал, убирал, и вот он летит туда, и вот этот момент, знаешь, когда он залетает, а Самуил уже ушел, и я просто держу его на руках, наконец-то, и я вижу, как муж просто в шоке от того, что он ушел, потому что он этого не ожидал, и вот мы пять часов его отпускали, вот это было наше первое, и я скажу тебе так, отпустить ребенка, за которого молишься, отпустить скор, отпустить боль, я, может быть, это очень так жестко звучит, но я поняла по своему опыту, что это истина, не важно, какая у тебя есть потеря, не важно, какая сильная боль, отпустить, во-первых, это есть решение, и вот ты знаешь, мы сидим там, его помыли, и уже нас вынесли с палаты, его вынесли с палаты, и там такая капелла, знаешь, там свет выключил, свечки почему-то зажгли, я смотрю, чем вы тут занимаетесь, зачем это надо, но вот мы там были, и вот он лежит там на кровати, маленький такой, в кровати двухметровая, и я вижу, что мой муж просто взялся за меня, сцепился, и он его так обнимает, так, и он отпускать не собирается, и на тот момент мне пророк, вот человек, которого Бог мне послал, пророк, она мне пишет, что происходит, а это уже было пять вечера, а он в двенадцать умер, в тот день, девятого сентября, шестнадцатого года, и я вот пишу, что вот так и так, ты говоришь, пять часов отпускали, да, мы пять часов отпускали, и я говорю, вот так и так, и я говорю, мы будем молиться за воскресенье, то есть понимаешь, очень серьезно у нас было, и одно только слово мне приходит, большими буквами, отпусти, и вот я смотрю на моего мужа, и я ему говорю, дорогой, отпусти, а он еще его больше жимает, я говорю, послушай, отпусти, и я смотрю на него, и я понимаю, что, господи, я не буду до сумасшествия стоять в своей вере, там, где нет тебя, вера послушна в Бог, и я приняла решение, я сказала, Господь, я отпускаю, я отпускаю, мне этот вопрос уже задавался, Бог уже через других людей задавал мне вопрос, а что будет, если я не исцелю, знаешь, это очень, я скажу, серьезный вопрос, не каждый, наверное, может такое выдержать, да, но Бог готовил меня в какой-то степени к этому, и в тот же самый момент, в тот же самый момент я почувствовала Божье утешение, и понимаешь, вот геройство, наверное, в том, чтобы довериться тогда, когда вот у тебя болит эта душа, и у тебя исход не такой, как ты желала, как ты хотела, как ты просила, принять решение и отдать эту боль Богу, мы вот так его отпускали там, я поняла, что мой муж тоже его начал отпускать, мы поехали домой, и знаешь, я приехала во двор, и все было по-старому, мы живем на первом этаже, у нас детвора, дети, соседи, у нас как-то у нашего подъезда всегда такие тусовки, всегда почему-то были, и я выхожу с машины, и знаешь, я понимаю, что мне дышится легко, вот, я отпустила, то есть какой-то большой ком моих ожиданий, моей борьбы, потому что я, знаешь, как на острие ножа была все пять месяцев, я воевала за сына, я воевала за этот мир, за себя, и тут я понимаю, что я просто, мне дышится легко, взирая на награду, что получил мой сын. Отпускаю. Я отпускаю, не держу, не забываю, дорожу, благодарю, зла не держу, не разбиваюсь, ведь молюсь, я окрыляюсь, и лечу, и исцеляюсь, и живу, не издавая, не скорблю, ведь не теряю, но дарю, и отпускаю, и люблю. мне дышится легко. Я этот стих написала, когда приехала с больницы, я села за компьютер, за 20 минут написала этот стих, и разослала все молитвенникам, и сказала, «Дорогие, сегодня в 12 часов дня наш Самуилка пошел домой к папе». «Спасибо вам всем за молитвы, что им сейчас и не пожелать». Поэтому я добровольно согласилась не воевать с реальностью, которую я увидела, в которой я почувствовала Бога. И, конечно же, для меня это было чудо. Я просто чувствовала, как Божий мир меня окутывал. Поэтому вот мой процесс отпущения боли начался вот так. Как еще я отпускала, я выписывалась. То есть я такой человек, которому нельзя все в себе держать. Это связано с даром, который во мне открылся, писать. Я выписывала все. Поэтому отпустить боль это значит в какой-то степени заново пережить те события, но, допустим, излить их на бумагу или спеть в песне, рассказать человеку другому, рассказать, изливайте свое сердце, написано в псалмах, перед Господом, Он Бог ваш, в молитве, выплакать. Это такой сильный инструмент. И я хочу сказать, что сильные люди это не те люди, у которых в жизни ничего, сильная мать, это не там ничего не происходит и все хорошо. Сильная мать это женщина, которая, несмотря на преграды, на потери, на скорби в своей жизни, она умеет выплакивать эту боль, она ее, во-первых, понимает, она умеет назвать вообще, что она чувствует, она честна сама с собой и она искренняя с Богом. И тогда все происходит как по Писанию. С искренним ты поступаешь искренне. И она сильная женщина, она, я скажу так, она периодически плачет, потому что это облегчает ее душу. Мне кажется, это вообще повсеместный феномен. К счастью, не к счастью, увы, но это факт. Можно сокрушаться об этом, а можно думать о том, как я могу через мои отношения с Богом, через мои отношения с людьми, которые Господь мне дал, как я могу мою душу, которая болит в данный момент, о чем-то, как я могу ее освободить и помочь ей выплакаться, помочь ей быть услышанной. Потому что, мне кажется, проблема не в том, что мы скорбим, когда у нас есть потеря. Проблема не в том, что у нас есть боль. А что мы проходим в этой жизни? И никто нас не застраховал от потерь, дорогие мои. Но нет такой страховки. Проблема в том, когда мы эту боль прячем, проблема в том, когда мы ее замораживаем в себе, когда мы ее игнорируем, когда мы ее не выплескиваем. Потому что тогда боль начинает, знаешь, вот как гнить внутри. Она превращается в очень плохую, я скажу, энергию, которая разрушает тебя. И это может выдаться Богом разными моментами. В семье, в отношении с мужем. Или ты позволишь ей легально это сделать, да, теми инструментами, которые тебе дает Бог. Или дарами. Потому что дар исцеляет, твой дар исцеляет тебя же. Тот дар, то, что у тебя получается, лучше всего, этим же самым ты можешь исцеляться. Это очень удивительно. Мне когда-то это сказали, я поняла по себе, да, вот у меня дар писать стихи, открылся в больнице. Я этим же даром, я как бы помогаю другим людям, да, я выписываю, но я сама себе служу этим. И мое сердце исцеляется. И этого, да, кричащей души. Очень важно, очень важно. Даже если в момент прохождения не чувствовалось так сильно этой боли, может быть, сработало, знаешь, такое понятие защитник в душе. Когда очень больно, допустим, маленькие детки, они забывают какие-то происшествия со своей жизнью. Потому что психика, чтобы она не сошла с ума, чтобы она выжила, она просто, она забывает эти вещи. Или бесчувствие включается. Но жить постоянно в бесчувствии, скажем так, ходить всегда на похороны, как мы сделали с Самуилом, мы решили, что мы отпразднуем. Потому что мы поняли, дней рождения не будет. Того-того не будет. Он уже на небе. И мы решили, мы хотя бы попрощаемся с ним празднично. Поэтому все родни сказали, оденьтесь, пожалуйста, красиво, светлое, да. И мы сделали с этого праздник в узком кругу нашей семьи. Потому что Самуил, на тот момент уже по всему миру разошелся. Это был мировой Самуил, все за него молились, все знали каждый день, что с ним происходит. И здесь хотелось им... Но потом я увидела, окей, подожди, нормальная ли это реакция? Делать праздник из похорон? Ну, наверное, все-таки нет, да. Господь, а почему? А потому что защитник включился. И блокировка негативных чувств, скажем так. Не неправильных, да, а вот скорбящих чувств. И потом прошло время, когда я через стихи я все-таки выписывала и отпускала эту боль. Это не один день. И я хочу сказать, исцеление – это не ракета, которая уходит в космос, иначе так по прямой. Во-первых, это очень индивидуально. У каждого свой темп исцеления, и это нужно просто признать. Не надо из себя строить героя там, где это. Не надо. Мне кажется, у нас такое привилегие быть настоящими с Богом. Вот настоящими с Богом, такие, какие у меня есть. Свою первую книгу, сборник стихов, я просто выписывала. Мне так хотелось, и это мне приносило радость, не только печаль, да. Радость, облегчение. Мне хотелось этим делиться. Мне важно было, чтобы меня услышали, и это очень даже нормально. У кого-то, я знаю, допустим, Анищенко, она писала «Пазл Илюше», может быть, кто-то знает, тут, может, семь лет. Невозможно, то есть, ну, как бы, всех сравнять под одну гребенку. У каждого свой темп исцеления. Но очень важно вообще понять, что мне больно исцеление, потому что Бог-то нас хочет утешить. Бог нас хочет исцелить, да. Но у каждого свой темп. И по мере того, как мы созреваем, вместе с Духом Святым, вот за руку, как малые дети, вернуться в какие-то травмирующие наши события, в нашей жизни, которые остались у нас в разуме, который на самом деле вечен, и у которого нету чувства времени. Все, что сильно переживалось, оно остается, и оно живенько там сидит у нас в виде тверды, да, в виде боли. Вот по мере того, как мы созреваем, это открываешь, ты выносишь свет. И больше это не тайно, больше тебя это не мучает. Туда приходит Божий елей, и Он залечивает твою раму. И все, что было разбито, превращается в прекрасный узор. И все твои слезы превращаются в ожерелье прекрасной красоты, как я пишу в своих стихах. Да. Это здорово. Хорошо. Вероника, Бог благословил тебя тем, вот этой силой, духовной силой, победить, пройти, отпустить. Но, я хочу поговорить о твоих детях. Ты уже немножко скунула мужа, то есть, ему тоже было непросто, он держал, прижимал этого драгоценного сыночка, и тоже был процесс отпустить, отдать его. Твои старшие, они ждали братика домой. Какая им была реакция? Какое поведение тебя, как мамы, чтобы им донести эту информацию правильно? Да, дети наши, вообще наша семья, она страдает вместе с нами. Если ты мать, если ты жена, если вокруг тебя есть какие-то люди, которым ты небезразлична, это очень сильно на них влияет, и очень важно это понимать. И для меня это большая поддержка была, что я вообще не одна это все хвалится. Нас держали молитвы, нас держал Господь. Мы с семьей вместе сплотились, и вместе это проходили. Просто на мою долю больше это получилось, потому что я была вместе с ним, с сыном там, в больнице. Но для моей доченьки, вот, средняя наша дочь получается, Рыбачка, София, ей было три года на тот момент. Для нее хочу сказать, что дети, они могут не полностью понимать, что с ними происходит, и не до конца с ними происходит, что они чувствуют. Но однозначно, они тоже проживают свою скорбь. У Софии было переживание того, что, во-первых, мама уехала на недели, на месяц, и у меня не было дома. Это было ее первое переживание. Во-вторых, это был, конечно, стресс, что родился долгожданный братик, которого она хотела, но этот братик был, очень хлопотно было с этим братиком. Братик был постоянно в больнице, и маме надо было быть постоянно в больнице. Поэтому здесь было перемешку. И, как говорится, великое горе. Вдруг меня из детей выгнали, да, потому что братик родился, и мамы нету рядом, да, чтобы удостоверить, что все в порядке. Поэтому в этом плане Соне пришлось тяжело. И что мы делали? Когда у меня была возможность, мы собирались вместе с семьей, это были вылазки такие, там, между больницей, да, я проводила вместе с ней время. И также мы с ней говорили. То есть мы не лепили ей какую-то картину непонятную, да, что там, братик больной, у братика болит сердце, у братика будет операция, и вот братик ушел на небо. И знаешь, вообще тема небес для детей, она очень, они намного восприимчивы, чем мы. Я вообще для себя поняла, что небеса меня сейчас интересуют намного больше, они намного реальны для меня, именно после потери Самуила. До этого это была такая более-менее мистика, но я туда попаду, когда попаду, да, а теперь я знаю, что у меня там есть с кем встретиться. И мы говорили с Соней, и я хочу сказать, что я позволяла ей плакать. Казалось бы, ну сколько же можно там вспоминать про братика? Время от времени, она говорит, а я так хотела его, а ему было бы столько лет. И надо позволять ребенку это высказать и помочь назвать ребенку эмоцией, которые он переживает. Потому что, когда я с тобой забеременна, не сказать, что прекратить, сколько можно, или там, это закрытие. Нет, потому что, понимаешь, когда есть такие потери, для маленького ребенка, он не несет ответственность за вашу скорбь и боль. Он не виноват в происходящем. Поэтому на нем срываться не стоит. Надо найти людей, надо найти метод, куда можно свои срывы, истерики, боль, это все может быть, гнев, но только не на своих детей. Только не на своих детей во время скорби. Рядом детям нужно объяснять и давать поддержку. И также давать, высказать, чего они боятся. Ответить на эти вопросы. Вот, допустим, мы сказали, Семочка теперь на небе. Сразу куча вопросов. Как на небе? А что на небе? И, знаешь, были вопросы, а он там больной? А он там какой? И после таких разговоров ребенок уже сейчас хочет на небо. Я хочу туда. Я хочу к Савуилу, да? То есть, это прекрасная возможность евангелизировать и объяснять, что мы-то верующие, мы там на небе встретимся, те, кто любим Бога, да? Об этом говорить. И когда я потом начала беременеть новыми мальчиками, Господь, нам уже еще два мальчика дал, были вопросы и переживания. Мама, а вдруг он больной? Мама, а вдруг у него тоже сердечком что-то плохо, да? И вот на эти моменты надо обратить внимание и очень серьезно к ним подойти. Дать ребенку высказать, потому что, понимаешь, когда есть такие трагедии, на боль садится много лжи. Много лжи, потому что ребенок всегда пытается объяснить, почему так было, и не виноват ли я в этом. Это просто, ну, это постоянно у детей так есть. Они все через себя чувствуют. И здесь вот мудро скажет, ну, не плюнет, не проигнорирует, да, но который поможет ребенку. Я скажу так, и я обращалась к детскому психологу. Я отсылала свою дочь, потому что я заметила, что бывают моменты, когда она застревает в этом трехлетнем возрасте. То есть в том возрасте, когда у нас была сильная разлука, и я заметила, что у нее есть вспышки гнева на меня. То есть она, допустим, я приезжала вот на эти выходные домой, да, в короте своей поспать, души своим помыться, с мужем наконец-то вместе побывать. Мама, мама, мама радуется. Так радуется, и эта радость, это переходит в крик, в гнев, и потом она меня уже бьет. И не от того, что она какая-то вот непослушный ребенок, а от того, что внутри нее, понимаете, тоже есть своя боль, переживание, что ты меня бросил. И ребенку трудно это объяснить. Ребенку надо позволить, ну, эти эмоции, вот это все переживание, этот стресс, выплакать, выкричать, ну, если надо, ну, потерпите, пусть он вас немножко побьет точно к себе. Позвольте ребенку быть таким, какой он есть. Потому что за этой истерикой, если вы выдержите, да, за этими вопросами, за этой скорбью, всплесками эмоций, если вы выстоите, вот как наш Господь, терпеливо с нами, вы потом, как Иисус, сможете подойти к Петру и сказать, «Все, я лезам, да, следуй за мной». Ты разбит, разочарован, поделиться своим покоем и сказать, «Да, да, да, все хорошо. Это было, но это прошло. И теперь так больше у нас не будет. Посмотри, вот, братья здоровые, все хорошо». То есть переживание у деток тоже есть. И они такие же полноправные люди, как и мы. Им нужно просто еще больше помочь назвать, выплакать и способ переживать им. Да, потому что они тоже это проходят. наравне с нами. Вероника, со смерти Самуила прошло уже четыре года. Так ты смотришь сейчас на все, то, что произошло с вашей семьей. Можешь ли ты принять это как подарок Бога? Я однозначно могу сказать, что тот опыт, который я приобрела вот в этой долине смерти, да, четыре года назад, он меня в корне изменил. И я хочу сказать, что мой самый большой подарок это не было исцеление сына, это было преображение меня, преображение моих отношений с Богом. и хочу сказать, так надо было. И я честно хочу вам признаться, я не хочу быть прежней. Вот, я не хочу быть прежней. Я как котенок чудом уцелевший, что упал с высоких этажей, да, и теперь мне вот праздность дум, да, как я пишу в своих стихах, стал кашей омерзевшей. И я теперь, я не хочу теперь сидеть в том духовном параличном, в котором я была до этого. Я себя нашла, я свое сердце услышала, я позволила сердцу этому излиться, поэтому я в этой пустыне приобрела очень много подарков. Я не хочу сказать, что сама пустыня испытания была для меня подарком, да, нет, это не было подарком для меня. Но вот в этой пустыне, в этих, вот в этой засухе, в долине смерти, называйте, как хотите, я открывались такие источники, которые я не могла бы никоим образом получить от Бога, как только там. Поэтому это был очень ценный опыт, и наш опыт мало просто знать, мало намолить, напеть, есть какие-то вещи, какие-то отношения, да, которые ты можешь иметь только, если ты через что-то проходишь. Поэтому я очень благодарна Богу за этот период. Я благодарна Ему, что на удивление самой себе я не разбилась как духовная личность, да, что наоборот я воспрямила духом. И во мне есть жизнь, вот я знаю, что во мне есть жизнь. Я прошла через смерть сына, но во мне открылся очень сильно, очень сильно, вот, излил в меня, и я верю, что и сейчас изливает через меня, благодаря этому периоду, то, что было, да. Поэтому я не смею сказать что-то худо, что дано мне быть мамой вот такого ребёнка. Благодаря, если можно так сказать, всей этой обстановке, через которую ты прошла. Бог открыл в тебе, да, талант писать. Стихи. Скажи, пожалуйста, был ли у тебя какой-то опыт до этого? Именно в написании, в составлении стихов? Нет. Вот таких вот стихов, я скажу, зачем ты пишешь? Такого у меня не было. Это открылось в больнице. Это было очень удивительно для меня, это был большой сюрприз для меня и большой подарок от Бога. Я проснулся, и вот однажды вечером, когда сын был в реанимации, я была дома, и я подумала, надо попробовать. И вот три стиха первые написала, это была суббота, а воскресенье в церкви прочитала. Прямо сразу они вылились. Да, да, они вылились, сердце было настолько полным, и это, наверное, самый дельный совет, который мне вот тогда дали люди, которых Бог поставил в мою жизнь, которые мне сказали, мне кажется, что твое сердце, и оно такое широкое, большое, обширное, и что оно хочет говорить о том, что Бог сделал для него. И действительно так и оказалось. Я просто позволила себе двигаться. Это, конечно, поменяло многие вещи в моей жизни. Ну, это, конечно, можно сейчас закамуфлировать вторым декретом, что я вот мама, и у меня маленькие дети, но на самом деле у меня виды были другие. Я училась доктором, политолога, международника, и у меня были планы стать преподавателем в университете. То есть, политология и стихи, лирика, это две разные вещи, да? Разные, абсолютно разные, да? И я двигаюсь в этом призвании, я расту в нем, да? И я удивляюсь сама себе тому, то любви, тому интересу, который Бог мне дает в этой сфере. И зреет новый сборник стихов, зреет новый видеопроект, видео-стихи, и зреет желание написать книгу, написать книгу, потому что я верю и знаю, что тот опыт, его ни за какие деньги не купишь, и он нужен кому-то другому служить и показать и направить к Иисусу, что ты можешь это с Богом пройти, ты можешь, твоя боль может превратиться в подарок и в ресурс для других, да? И нет такой боли, от которой Бог не мог бы и не хотел бы тебя утешить. Мень, о чем ты пишешь сегодня? Все еще о Самуиле? Или в какой-то времени сейчас? Нет, о Самуиле я не пишу, вот ты знаешь, но я хочу сказать, что есть аспект моей души, где я очень сильно и довольно-таки глубоко, может, не на 100%, всегда можно исцеляться, но исцелена, и это тема Самуила. Здесь я могу стоять горой, и здесь меня просто включаются и горят глаза, и я знаю, что сказать, и я просто, Господь, употреби меня, да? Нет, я не плачу там на скамеечке у его могилы, однозначно нет, я езжу туда раз, два года, и то, потому что мама позвонит и напомнит, а для меня Самуил реально на небе, реально на небе. Сейчас, о чем я пишу, конечно, я пишу в своем внутреннем мире, и сейчас у меня, я скажу так, если раньше, я писала, больница стала лазаретом, меня меняет врач-врачей, он дома может сделать это, но он Господь, Ему видней, то сегодня у меня совсем другие кризисы, у меня все в точности наоборот, у меня такая школа дома с детьми, это такие зеркала, это такие учителя, там столько лезет всего, я думаю, Господи, нет ни конца, ни конца. так что Господь меня учит, меня саму себя принимать, да, видеть какие-то свои детские, может быть, травмы, какие-то механизмы, которые не соответствуют его любви, его пониманию о том, кто я, и вот через это я сейчас прохожу, поэтому через свою эмоциональность, через какие-то совсем другие, более про совсем другую тему, да, и вот этот сборник новый, который я сейчас готовлю к выпуску, к изданию, он задумка, этот сборник о моей семье, этот сборник о детях, которых мне дал Господь после Самуила, и как трепетно, ты знаешь, вот как чудо смотрю на своих детей, то, что они говорят, то, что они ходят, для меня это чудо, вот скажу честно, потому что столько украдено было у меня с Самуилом, такой он крупенький был, что так много чего с ним не было, да, и теперь это Господь мне восполняет через мои детей, через моих двух сыновей, через Софьючку, поэтому я об этом все о том, какая-то прелесть, какая-то вообще честь, какая-то радость, и что детство не вечно, но так быстротечно, вот об этом я пишу, и пишу о своем внутреннем состоянии, потому что я очень сильно пробудилась, скажем так, да, это был очень большой сдвиг, внутри меня большой рост, когда я осознала и поняла, что во мне так много всего чего еще заархивировано, да, потому что я был в момент, когда я очень правильно христианкой пыталась быть, и я, знаешь, отсекала от тебя все плохие, и все, что мне казалось во мне неправильно, я это очень сильно во имя Иисуса гнала, да, но душу-то свою не выгонишь, извините меня, и раны своей не выгонишь, но наступает время, когда осознанно, не просто, знаешь, как духовный кайфарик, я такую фразу слышала, бегаешь по конференциям, дух святой, как анестезия, льет на тебя, тебе стало хорошо, и ты думаешь, ты такой духовный, но ты не решаешь свои проблемы, ты не решаешь ложь, в которой живешь, ты не решаешь свои больные механизмы выживания какие-то, да, и я учусь быть честной с Богом, учусь быть настоящей, не просто супер духовных христиан, я учусь быть искренней с Богом, я скажу, так много смелости надо, так много слез надо на это все, я как-то у Бога недавно спросила, Господь, а что в сборник новый, ну, ставить, какие стихи, мне все равно, понимаешь, хочется красивую картинку нарисовать, и думаю, вот этот, наверное, нет стих, а что про этот, сколько же плакать-то можно, да, мне, я же такое прошла в жизни, а оказывается, вера, это каждый раз и каждый день решения, и почивать на лаврах вчерашней победы или близости с Богом, это неразумно, сегодня новый день, сегодня ты созрел для нового исцеления, сегодня ты созрел решить что-то, какую-то новую в своей голове и в душе, и это все опыт новый, куда нужно просто двигаться, и поэтому я такой интересный ответ от Бога через своего мужа, получила, что если постоянно сидеть на коне, одно место заболеть, да, мы христиане, мы проходим через жизнь, и Бог не боится этой жизни, не стыдится, не фотошопит нас, да, и даже герои веры в 11 главе евреям, есть старозаконие, есть пароль поминон, есть другие книги, те же герои веры, что они доступны, и Бог все равно их называет героями веры, потому что они это прошли, и все равно выбрали дальше верить, да, в Божие, вот так и я, пишу о себе, пишу о семье, пишу о своих переживаниях, пишу об откровениях, о том, что Господь мне дает увидеть в моменты покоя, потому что только в моменты покоя мы наслышим Бога, мы слышим сами себя, и мы открыты для того, чтобы Он нас научал. Это здорово, правильно, потому что ты не только мама Самуила, ты мама и Тимофея, и мама Софии, и вот все дети, которые Господь дал тебе. Это важно, чтобы не получилось, что одному ребенку все внимание, а остальные как будто бы отодвинуты в сторону. Правильно? Да. Очень важный вопрос. Скажи, пожалуйста, ты являешься автором книги «Жизнь Самуила в стихах», «История жизни Самуила в стихах», где даже подписана автор «Мама Самуила». Ты пишешь другие стихи. Да, да. Ты пишешь о своей жизни и об этой истории, которую ты прошла другим людям, другим женщинам в основном. Являешься ли ты свидетелем того, когда твоя история, твое служение исцелила чью-то другую душу тоже измучила инвестацию. Да, такие моменты были. Не скажу, что их много. Я верю, что это не потому, что книга не служит. Во-первых, мы только ее распространять потихоньку начинаем. Но Господь давал мне такие моменты, когда я видела, что это служило другим. Была одна женщина, она уже не впреклоннулась, она пенсионерка, она из другой церкви. И как-то получилось мне передать ее книгу. Или она приобрела книгу. Я уже до конца не помню. Но она, когда она меня встретила на одном из каких-то служений, вот была такая, я читала твою книгу. Говорит, я закрылась дома, всю ночь проплакала. И вспомнила, что 42 года назад у меня тоже родился больной ребенок с пороком сердца. И говорит, я и забыла об этом. И я думала, что я все прошла, но когда я читала твои стихи, я просто выплакивала всю свою боль. И Господь меня исцелил. И она как-то так интересно потом сказала, что даже заметила какие-то перемены в себе. Думала, что вот, ну, это как-то казалось, эта боль просто, она так проявлялась, да, где-то что-то черствее в ней делала. И это меня очень подняло. Это снова такая была копеечка в копилочку мою благодарности. И я радуюсь, вау, Господь, стихи служат. И я молюсь, чтобы эта книга, я понимаю, что эти стихи не для всех. Кому-то надо только цветочки, кому-то надо совсем другое, да, но есть люди, есть женщины, есть дочери Божьи, для кого эта книга должна послужить. Поэтому я стою за нее горой. Ну и, конечно же, хочется узнать, каким образом мы можем приобрести твою книгу и послушать, посмотреть твои видеостихи, которые, кстати, ты мне высылала, я скажу, без слез. Наверное, ни одна мама невозможно просто смотреть, насколько это касается. Со мной можно связаться по Фейсбуку, найдите меня, Вероника Шилкина, латинскими буквами и у меня есть страничка «Same is Mom Poetic Project». Я думаю, все ссылочки будут в описании ниже этой прекрасной передачи. Да. И я очень активно работаю над тем, чтобы книга стала доступна электронно, будет доступна, то есть, любые точки мира электронную книгу можно будет приобрести. И также будет такая функция, как заказать книгу, печать по по спросу. По заказу, да. По заказу, да, да. Есть один, есть одно издательство такое, где такая возможность есть, то есть, вы хотите приобрести книжечку, вы покупаете ее, и вам сколько экземпляров сколько вы хотите? Один, два, тысячи, двадцать, тридцать, и вам столько печатают, и вам присылают на дом. Но он имеется у нас, здесь в Латвии, да. И чтобы его вот такой получить, да, надо быть где-то на служении, или если очень сильно хочется, потому что на самом деле это удивительный тираж, он очень качественный, и, не знаю, видно там или нет, он с фотографиями цветными, потому что это наша история, нашей семьи, да. Этот тираж можно получить по почте, и можно связаться, и мы по почте можем вам это выслать, да. Второй вариант, немножко подождать, и электронно приобрести эту книгу, или же заказать себе печатную, печатную версию, да, которая будет черно-белая, немножко другая. И про видеостихи, да, они доступны. Цель этих видеостихов, это рассказать нашу историю, это 12 стихов, они размещены в бесплатном доступе в Ютубе, на моем канале Самуэла Мамма, это по-латышски так назван был канал, Самуэла Мамма, и там есть 12 стихов, которые рассказывают нашу историю, и которые сняты очень качественно, этот видеопроект «Еще одно чудо от Бога», как Господь дал нам посотрудничать с христианской видеостудией «Солис ТВ» в Латвии с прекрасными людьми, которые нам душу вложили в этот проект, я очень дала отзыв, да, что невозможно бездушно или безразлично слушать эти стихи, потому что это наша история, это то, как мы проходили, и этот видеопроцесс тоже меня исцелял, и я верю, он поэтому и записан, чтобы служить людям, которые, может, не так любят читать, но любят слушать и понимают русский язык, и видео к ним я верю проговорить, проговорить, искать исцеление от Бога. Аминь. Я благодарю тебя, Вероника, за время, за то, что мы связались, и, дорогие друзья, вы можете связаться с Вероникой, если вы нуждаетесь, может быть, просто в какой-то беседе или в совете или в молитве. Пожалуйста, она открыта для того, чтобы помогать с таким женщинам, которые проходят также в том сфере родных и близких. Потому что книга, она думана, чтобы служить, в первую очередь, раненым сердцем, да, и то, что она будет в платном формате, да, только для того, чтобы собирать новые средства на развитие этого проекта, этого служения. Но если вы тот человек, которому очень нужна, вы понимаете, мне нужны эти стихи, я хочу, свяжитесь просто со мной, свяжитесь через почту, через Фейсбук. Мы обязательно рассмотрим все возможности, как вам послужить. Спасибо. Фейсбук благословит всех вас, дорогие друзья, и исцелит каждую душу. Фейсбук благословит